Работают с биоматериалом, взятым у пациентов с подозрением на коронавирус. Сначала пробы поступают в блок для работы с инфицированным материалом. Их исследуют эксперты в противочубных костюмах. После ассортировки материал подвергается обеззараживанию и направляется на ПЦР-исследование. Для диагностики используют тест-системы. Это отечественная разработка, которая недавно прошла сертификацию. Тест-система хранится в морозильной камере. Тест-система – это, по сути, четыре пробирки с реагентами. Теперь, чтобы узнать, болен ли человек, не обязательно отправлять пробы в Новосибирск. И дожидаться ответа от лаборатории «Вектор». Анализ с помощью тест-систем делают уже во всех 85 регионах России. Уже исследовано более 100 тысяч образцов. Нагрузки на лабораторию значительно возросли. То есть работа очень интенсивная. Практически каждый день сотрудники уезжают домой глубокой ночью. В Москве исследования для определения коронавируса проводят сразу две лаборатории Роспотребнадзора. Противочумный центр, а также центр гигиены и эпидемиологии. Отрицательные результаты выявляются в течение нескольких часов, трёх-четырёх. А на положительный результат требуется более продолжительное время, которое зависит от ситуации. И иногда занимает от двух до трёх дней. Сертификацию пока прошли только две тест-системы. Ещё несколько в ожидании разрешительных документов. Илья Филиппов увидел, как разрабатывают новые методы диагностики. То есть не вы создавали весь вирус целиком, а именно ту цепочку, контрольную, по которой... То есть тот уникальный фрагмент, который используется потом для детекции в тест-системе. В производственных лабораториях пресловутый коронавирус синтезировали искусственно, вернее, часть его генетической цепочки. Не паникуйте, говорят здесь. Наш организм уже неоднократно сталкивался с коронавирусами. И этот, SARS-2, он тоже может одолеть. Здесь же готовят тест-системы. Проще – коробочки с тестовым набором для лабораторий. Физический коронавирус для образца из Китая никто не привозил. Его просто прочитали. Файл получен от китайских коллег. Они расшифровали геном данного вируса и опубликовали его в открытом доступе. Мы смогли подобрать те фрагменты нуклеиновых кислот, которые могут быть использованы в тест-системе. Поставка этих тест-систем, по сути, зависит от команды из Минздрава. Ведь там определяют, какие лаборатории допущены к работе с пробами, взятыми у людей. Тест на коронавирус проводят только если человек прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения, либо контактировал с заболевшими и почувствовал недомогание. В этом случае нужно вызвать врача, который возьмет мазки из носоглотки. Самостоятельно провериться нельзя, даже платно. Это только добавит работы экспертам, которые и без того трудятся до глубокой ночи. Самолеты, поезда и автобусы международного сообщения, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, теперь дополнительно обрабатывают обеззараживающими средствами. Этот автобус недавно прибыл из Сталина. Точно такой же в минувшую среду привез в Эстонию иранца, ставшего первым заболевшим коронавирусом в стране. Гражданин Ирана, прибыв на автобусе Люкс-экспресс «Сталин», он сам себе вызвал скорую помощь. Об этом мы узнали как перевозчик только на следующий день. Теперь мониторы, столики и подлокотники до блеска натирают спиртосодержащим раствором. Салон опрыскивают антисептиками. Об опасности коронавируса предупреждают пассажиров поездов. В Сапсанах специальные патрули измеряют у пассажиров температуру. Привычными тепловизоры уже стали в аэропортах. Тех, у кого температура повышена, помещают в карантин на две недели. Условия выписки — получение двух отрицательных проб на коронавирус.